Ребята, всем привет! Очень полезная посылка для радиолюбителя, очень долго искал. Подобный провод я выматывал из некоторых трансформаторов. Провод в очень интересной изоляции. Дальше микрики, это уже вам не интересны всякие выключатели и микрики. По весу грамм где-то 100, может даже 150. Вроде очень хорошо видно, что катушка не обманка, потому что очень часто у них вот эта часть вот такая вот толстая, здесь намотаны два слоя провода. Здесь написано, что 300 метров должно быть и в принципе видно, что это все, это именно провод намотан. Вот здесь, если посмотреть в отверстие, видно, что там именно провод. То есть, я думал сначала, что они просто какую-то красную бумагу поставили, ну такого же цвета, но это действительно провод. Вот он выходит. В чем фишка, почему я искал такой провод? В общем, это провод в изоляции, изоляция, не знаю как она правильно называется, но фишка в том, что она достаточно толстая. То есть, он держит высокое напряжение, он достаточно тонкий, но стоит его нагреть паяльником, изоляция расплавляется. То есть, эта штука очень и очень удобна. Так, просыпайся, Украиночка. То есть, это очень хороший провод для перемычек. Допустим, для примера, у меня есть печатная плата, мне нужно поставить перемычку отсюда во вот сюда и вот сюда скажем. То есть, два крайних и вот этот вот средний. То есть, я что делаю, я беру кусок провода. Вот видите, кусочек уже залужен, вот он. То есть, я тут поигрался, конечно, сделал глупость, но тем не менее вы поняли, что стоит его нагреть, изоляция сразу же в миг спадает, то есть не нужно ничего зачищать, ничего чистить, очень и очень удобно. В принципе, можем облагородить, капнуть немного флюса, но я сейчас возьму припой с содержанием флюса. И просто вот так вот пропаяю. Красота. Ну и здесь тоже облагородим, потому что колхоз сделал её. Ну а теперь проверим, что изоляция действительно отошла. То есть, всё отлично. Диаметр провода 0,3 мм, то есть, для перемычек самое-самое оно. Диаметр провода, это имеется в виду диаметр самой жилы. Сам же диаметр провода где-то 0,5 мм, может даже 0,6 мм. То есть, очень классно кидать перемычки. Очень удобный провод. Впервые такой провод я увидел в одном трансформаторе, правда он был не вот такого оранжевого цвета, он был более жёлтый. Но тем не менее, я его весь вымотал и уже весь использовал. Поэтому сейчас пришлось на Алишке заказать, но тот провод для трансформатора, он был конечно же более толстый. Если вы знаете вот эти провода для трансформаторов подобной изоляции, напишите, плиз, в комментариях под видео. Очень и очень интересно, потому что вот этот провод, он весь 0,3 мм. Иногда хочется более мощную перемычку пропустить, потому что для трансформатора мне там было несколько и один из них там, кажется, где-то был даже 0,8 мм. То есть, достаточно такая толстая шинка была, медная. Ну не шинка, а достаточно толстая жилка была. Изоляция очень мягкая, то есть она больше похожа на изоляцию обычных проводов. Конечно, чуть-чуть жёстче, чем обычные провода, но это не та изоляция, которая была в тех проводах с трансформатора, который я снял. Та была очень жёсткая и она вот так вот не рвалась. Хотя для перемычек это конечно всё равно, но просто как бы мысли вслух. И что видим, что провод не жёлтый, то есть он лужёный, как они говорят. Я попытался немного покрытия снять, думая, что там будет медь. Но там что-то едва жёлтое есть, но потом я взял обычный совдеповский провод лужёный МГТФ и также его под микроскопом почистил. И я тоже не увидел, чтобы внутри эта медь была прям яркой-яркой, жёлтой или красной. То есть она тоже очень похожа по цвету по вот этому покрытию. Видимо она должна немного постоять, чтобы окислилась и тогда она станет более красная. А так похоже, что медь на магнит не берётся, то есть не сталь. Потому что некоторые выводы, они стальные, они хорошо берутся на магнит. Этот для перемычек просто отлично, рекомендую, можете смело покупать. Всё, ребята, всем спасибо, всем пока, крепкого тебе здоровья, не болей и удачи. Не забудь поставить лайк, а если считаешь, что данное видео может быть полезно твоим друзьям, скинь им ссылку. Ну и также не забывай подписываться на канал, на котором ты увидишь огромное количество разных интересных роликов, два из них ты сейчас видишь на экране, можешь продолжить просмотр.